Рекламно-информационная программа Культпоход Да-да, вы не ослышались, начинается программа Культпоход на волне 101.0 Добрый день, такой традиции становится у нас по пятницам, уделять культпоходу целых 2 часа Да, ведь Николай Голиков? Я всегда настаивал, Владимир Сметанин, на том, чтобы культпоход по пятницам был 2 часа, потому что мне очень нравится программа, я думаю, нашим слушателям тоже Заготовили мы сегодня вам очень много всевозможных призов 211.101, будем задавать вам не очень каверзные, надеюсь, вопросы А какие гости-то у нас сегодня будут? Ну, пару слов давайте о том, что с 12.05 у нас ожидается в студии Заслуженный художник России Академик Российской Академии Художеств профессор Никас Сафронов Никас Степанович сегодня открывает свою персональную выставку в Вятском художественном музее, если не ошибаюсь, в 15.00 это мероприятие начинается, но мы очень надеемся, что за 3 часа до начала своей выставки он окажется в нашей студии Ну и не менее представительные гости у нас прямо сейчас Если не более, я бы сказал Тут еще подумать надо Итак, внимание Дирижер всемирно известный который выступит на сцене Вятской филармонии 1 апреля в воскресенье это Марк Волох Добрый день Здравствуйте Добрый день Кстати, Иудейская Пасха сегодня Вот-вот-вот-вот Песах Как раз пытался позвонить в еврейскую общину Кирова Может быть туда пойти вечером У нас тоже есть телефоны еврейской общины Али Иосифов не звонили, нет? Нет? Ну вот я не знаю Ничего, вы пришли в нужное место Все телефоны Мы вам подскажем Да, Марк Волох приехал к нам из Израиля Рады приветствовать вас И еще один наш гость Прохор Протасов Дирижер Увятского симфонического оркестра Добрый день Добрый день, Прохор Как настроение накануне такого концерта Замечательного, очень важного Ну, очень хорошее Всегда очень приятно Встретиться с новыми людьми Новые общения Всегда это как новый живой инструмент Никогда не знаешь Как люди отреагируют На, так сказать, на требования, предложения На мимику И мне очень приятно Когда действительно люди дают позитивный резонанс А вы впервые в нашем городе? Впервые Впервые? Да Ну и как первые ощущения От нашей атмосферы Очень хорошее Вятской Очень интимная и теплая атмосфера Ну, с музыкантами познакомились уже? Ну да Уже были две репетиции Уже две репетиции были Как тоже впечатление? И с коллегами Вот Прохор И художественный руководитель филармонии Очень-очень-очень приятное общение Как впечатление-то от нашего оркестра? От музыкантов? Смотрите, в принципе, очень хорошее Потому что люди реагируют Они не остаются равнодушными И это очень важно А у вас какая-то есть Своя особенность, не знаю, работы с музыкантами? Своя фишка, как говорится? Смотрите Свои специфические какие-то Я не знаю Я, конечно, присутствовал много раз на Репетициях других дирижеров Есть очень разные специфики Я всегда стараюсь Объяснять людям Менее технически, а более образно Мои музыкальные замыслы Я пытаюсь им нарисовать какую-то картину Или какой-то рассказ Какой-то нюанс Чтобы они запомнили А не просто им сказать Играть короче, громче Легато, стаккато Это технические моменты А я стараюсь, если я говорю Сыграйте эту фразу более проникновенно Потому что подумайте, что он в это время чувствовал То есть струны души вы пытаетесь задеть музыканта Какой-то аккорд, скажем, как удар в сердце Или размышления утренние Или человек скучает Воспоминания Вот такого плана Марк, а вот программу, которая вот концерта Три больших произведения Она как-то с вами согласовывалась Или вы предлагали, что именно эти произведения исполнять Нет, я должен сказать Что художественный, музыкальный руководитель Константин Маслюк Он мне предложил эту программу Которая включает Двожика симфонию из нового света Конечно, очень яркий шедевр И концерт Моцарта для скрипки С оркестом номер пять Который тоже очень необычный Сейчас я объясню, почему И он же предложил Я даже не знаю, как он Знал это произведение Салют Израилю Бен Хаим Да, Бен Хаим Государству Израиля В этом году исполняется 70 лет И это как раз подошло И меня даже это затронуло Вот это предложение Сыграть пьесу израильского композитора Довольно редкая Как бы для репертуара российских оркестров Скажем так Совсем неиграемая То есть я впервые вообще услышал такое название Если честно Да Значит, оно вдвойне интересное Потому что Пауль Бен Хаим Родился в Германии И он бежал из Германии Фактически в последнюю секунду В 1939 году И Ну До всей этой трагедии Он Фактически Уцелел Бежал И Будучи в Зале Он там создал свой музыкальный стиль Который Именно смесь Такой строгой классики Но вместе с тем Этого Ближневосточного колорита Это у него очень характерно И он Так сказать Создал стиль Медитеране И я Очень люблю Произведения Этого композитора И мне всегда Очень приятно Их промавировать И Я вижу Что реакция У людей Очень Позитивная Именно Когда им Рассказываешь Что это такое Какие у него были побуждения Почему он это написал Он это написал На второй День рождения Государства В 50-м году Так это В себе Звучит С одной стороны Вся скорбь По катастрофе И вот этот Эксодус Из Стран Диаспоры Вот Когда Евреи Так сказать Не имея ничего Едут Так сказать На библейскую Родину И Вместе с героизмом Вот создание Государства Это все звучит В этой Короткой пьесе Я хочу Марка еще Простите Прохора Прохора Спросить Да Прохора Скажите Признайтесь честно Перед встречей С всемирно известным Дирижером Коленки-то тряслись Нет Когда руку протягивали На самом деле Нет Но Знаете Что Очень важно Мы же Несмотря на то Что у нас Довольно насыщенная В общем Идет концертная жизнь Мы все равно находимся В некотором Так сказать Вакууме И вот такое Творческое общение Это очень важно И когда приезжают Дирижеры Приглашенные Не только из России Но и из других стран Это Очень сильно влияет И на коллектив Почему Тем более Почему Оркестранты Так хорошо Воспринимают Потому что Это Вот такое творческое общение Благодаря нему Они Как бы выбираются Из этого вакуума И приобщаются К мировому То есть это некая Встряска какая-то В хорошем смысле Этого слова Да Для оркестра Да Абсолютно Выход из зоны комфорта Как это Мы сейчас говорили Еще говорят Вызов такой Определенный Да Возникает Да И Это в общем Образовательные цели Тоже Потому что Даже вот то же Самое сочинение Фанфара Израилю Я ведь о нем Тоже не знал Да Познакомился Замечательная музыка Абсолютно Интонационно Определенная Такая ориентальная Я бы сказал Термины Ориентальная Восточная Восточная Медитеране Это Средиземное Море Да Точно Так интересная Терминология звучит Просто А знакомство Музыкантов С неизвестным материалом Оно как вообще происходит Время Нужно Безусловно Усилие Нужно прилагать Смотрите Даже знакомый материал Когда его начинаешь играть Всегда открываешь Что-то новое Поэтому Это просто Обыкновенный Рабочий процесс Люди берут ноты Люди учат Я напоминаю Что 1 апреля В это воскресенье В 17 часов На сцене Вятской филармонии Начнется Собственное выступление Вятского Симфонического оркестра За дирижерским пультом Будет Марк Волох Приехавший к нам Из Израиля И все это В рамках 12 фестиваля Международного музыкального Фестиваля Вятская весна Соответственно В филармонии Сейчас небольшую паузу сделаем И продолжим Наше общение И ваши звонки Наши слушатели Тоже будем уже ожидать 211-101 211-101 Хотел как раз напомнить Номер телефона Культпоход Продолжаем И настало время Озвучить те призы Которые сегодня у нас В культпоходе есть И еще раз напомню Что культпоход Будет продолжаться Сегодня два часа Так что И призов Большое количество Я думаю Слушатели Счастливим На нас На двух страницах Ну что Огласим Безусловно Мы разыгрываем билеты На концерт Который мы сегодня говорим В воскресенье 17.00 И что еще С театров С театров В драматическом театре Сегодня 30 марта То есть 18.00 Жизнь прекрасна Спектакль 16 плюс А завтра В 17.00 Джульетта Выжила тоже 16 плюс Театр на Спаске Сегодня в 6 часов вечера Гудбай Берлин Ограничение 16 плюс Театр кукол Премьера О которой мы говорили Как раз в этой студии Буквально неделю назад Принцесса Карамелька 3 плюс Ограничение Вот такое забавное Вятский художественный музей Мини Воснецовых Туда вы тоже можете пойти На выставку Ленинградская школа живописи Коллекция переменной С собранием Музейного выставочного центра Петербургский художник До 1 апреля Она кстати работает Последний шанс Последний шанс Последний прекрасную выставку Как всегда у нас Книги от магазина Читай город Александр Полярный Мятная сказка Очень любопытная книга Она у нас сегодня Запись идет Мы в эфире Изданная при поддержке Интернет-сообщества Тяжелой судьбе Сироты Сойера О превратностях судьбы И неистребимой веры В лучшие Ренат Валиулин Состояние Состояние Питер Питер Книжка о любви О питерских достопримечательностях И в описании Мужского и Женского начала Мирового зрения 16 плюс Уильям Дерезевиц Уроки Джейн Остин Как шесть романов Научили меня дружить Любить и быть счастливым Очень нравится мне Такое оформление книжек Легкое Такое радостное Искренне остроумная Глубокая Обаятельная книга О встрече современного 26-летнего аспиранта И Джейн Остин Умерший 200 лет назад Отбросите гордость Предубеждения При чтении книг Вы увидите Как меняется Ваша жизнь 16 плюс Да, 16 плюс В кино вы можете пойти А именно в кинотеатр Дружба А еще можете пойти В наш замечательный арт-зал Напомню, что арт-зал Это совместный проект Нашей радиостанции Эхо Москвы в Кирове Кинотеатра Колизия Где мы можем посмотреть В том числе Новое, свежее Не кассовое Не блокбастерное Фестивальное кино Эксклюзивное кино Как угодно Просто хорошее кино 5 апреля мы смотрим Фильм «Мария Магдалина» Напоминаем, что Число мест ограничено Число в зале Место ограничено 18 плюс ограничения На этом фильме У нас всего 41 место В этом уютном зале И поэтому Мы разыграем один билет Да, мы разыграем один билет Но если вы, конечно Уж очень попросите Если уж в одиночку Никак не можете пойти То может быть Может быть Найдется и второе место А еще в галереи прогресса Вы можете оказаться На выставке Современной финской фотографии Мустельма 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 Поразительная выставка Удивительная 6 плюс Работает до 3 апреля Так что тоже стоит поторопиться В ОДНТ В нашем Доме народного творчества Сегодня 18.30 Пародийно-юмористическое шоу Елена Воробей 12 плюс ограничения Это не название Это не название шоу Елены Воробей Я думаю представлять Елену Главное действие Хорошо знаю Это шоу Елены Воробей Ограничение 12 плюс Да Спасибо индивидуальному предпринимателю Организатору данного концерта Данилу Бутарину За то, что вот эту Звезду эстрады К нам сегодня привез Так Вот такие у нас призы Ну и во втором части Мы возможно Добавим к этому списку Что-то еще Возможно Возможно Да, напоминаем Что будем ждать Никаса Сафронова Итак Уважаемые гости С вас вопрос Марк Прохор Кто будет задавать Я задам вопрос Давайте Нашим слушателям Они ждут с нетерпением Да Ну естественно Мой вопрос связан с музыкой Я бы спросил Обязательно ли дирижеру Дирижерская палочка Это какой-то закон есть Или что где прям прописано Что вот Должна быть Мы сейчас это с тобой и узнаем Или не обязательно Мы сейчас с тобой это узнаем Когда будут Это интересно Что люди думают Кстати Никогда об этом не задумывался А если вспоминать историю Вообще Когда дирижерская палочка появилась Ну я бы сказал Если я не ошибаюсь В конце 18-го века Или в начале 19-го Ну Насколько мне известно Палочку в руки взял Ну Такой более-менее современный Рихард Вагнер первый Правильно А в начале Был Так сказать Тяжелый Жезл Жезл Да Который Тимбурмажора что-то Да 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 Били им по полу Тамбурмажор на бунчучный завод Когда-то у нас в России был Сильную долю отстукиваешь Ну да На военных ордестрах это осталось до сих пор Владимир Уже есть желание То есть ответить нужно либо да либо нет Ну Ответить нужно либо да либо нет А потом уже поговорим Слушаем вас Добрый день Вы в эфире Как вас зовут Добрый день Ирина Ирина да Нужна Палочка Дирижерская Обязательно ли Обязательно ли она или нет Я думаю что Не обязательно Очень правильно Правильно Да Поясните Почему не обязательно Прохор Присоединяйтесь тоже Да Дирижерская палочка Служит Как вспомогательным Пособием Инструментом Дирижера Являются в принципе Руки И лицо Мимика Можно просто водой Посмотрит и все понятно Сверлящим 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 И я бы сказал Даже без палочки Дирижер работает Более выразительно Потому что Руками Можно гораздо больше Выразить Но сама палочка Является Удлинением Предплечья Что увеличает Амплитуду Движения руки Чтобы она была Ясно Видна Всему оркестру Даже тем Которые сидят Далеко И не всегда Освещение Позволяет Точно увидеть Ладонь Так сказать Кисть Да или для этого Причем освещение Еще да Там может что-то Там ослепить Так вот Палочка Является Вспомогательным Элементом Но она Не обязательно И дирижер Может Обойтись Без палочки Ну что Ирина Ваш ответ Совершенно правильно Пойдете Пойдете на концерт В воскресенье В 17 часов Я Билет возьму А 5 апреля Во время Дня рождения Хочу с вами Посмотреть фильм Отлично Марию Магдалину Вы хотите посмотреть Да 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 Ну что ж Этот билет Этот билет Ну хорошо Мы заодно поздравим Вас с днем рождения Хорошо И я поздравляю Спасибо большое Не кладите пожалуйста Трубку с нашим редактором Пообщайтесь А кстати Современные палочки Дирижерские Из чего изготавливаются О Есть очень разные Есть из Пластика Из фибергласса Есть деревянные По традиции И каждый дирижер Выбирает на свой вкус По весу По длине палочки По форме рукоятки То есть у вас Своя индивидуальная Дирижерская палочка Вы всегда с собой Ее возите Да Дорогая? Нет Это недорогой инструмент На заказ На заказ Изготовленная Либо приобретенная Приобретенная Просто это Вещь Которая Привыкаешь Она становится Частью Так сказать Руки Хорошо лежит в руке Да Да Это же тоже своего рода Музыкальный инструмент Ну конечно Естественно Прохор Будете задавать вопрос Следующий Буду Давайте Задавайте Раз уж мы заговорили О дирижерах И об истории Палочки Два дирижера в студии Да как же О чем же еще говорить Значит Вот мы говорили о том Что Да До современной палочки Выстукивали ритм Да Таким жазлом И вот Композитор Известный и дирижер Люли Один раз Этим жазлом Попал себе по ноге Вопрос В том Что было дальше Ну давайте Представим себе Замечательный вопрос Замечательный вопрос Если такой сильный удар Что-то да Получается По ноге Он довольно таки тяжелый Как должен Доводилось держать Естественно Реакция человека Какая будет Нет Ну вот не знаю Тут видимо была Какая-то другая реакция Иначе бы и вопроса не было Да То есть интересная Какая-то реакция Дело не в реакции Дело в последствиях А что В последствиях То есть это событие Имело какие-то такие Серьезные последствия Да Очень Все ясно А когда их произошло Давно Давно произошло Очень Это барочный композитор Ага Ну то есть Среди музыкантов Классических Это такой достаточно известный Известный пример Известный случай Ну давайте разберемся Что же там произошло Я думаю После этого Что-то произошло После удара Этого предмета Серьезно вполне сказалось На музыкальной жизни Ну что Уже есть желающий ответить Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Может он скрикнул Может он захромал Нет Ну он скрикнул Это скорее всего Так и есть И захромал Тоже вероятно Я готов помочь Я готов помочь Только Только Чуть Чуть Да Чуть Я должен сказать Что после этого случая Стали меньше и меньше Пользоваться жезлом Это большой намек Ну а Светлана Попытайтесь Конкретизировать Что после этого стало В жизни музыкантов Что изменилось Так Так Что ж такое Случилось Ну понятно Я тоже стал меньше Пользоваться жезлом Неужели он это Без палочки Стал это Ну Дирижировать Нет ну вот смотрите Это все таки Последний наводящий вопрос Давайте Это все таки Довольно давно было Медицина не развита Что могло Произойти Ого Ничего себе В какую сторону Я подумал Светлана Ну увы Давайте следующего Будем ожидать звонка 211-101 Следующий дозвонившийся Я думаю Уже сможет дать Правильный ответ На этот вопрос Сейчас Прохор намекнул Что медицина была Плохо развита Неужели Прохор Неужели 211-101 Видимо это уже Жуткую весть Дан несет Следующий наш слушатель Добрый день Здравствуйте Представьтесь Меня зовут Светлана И я хочу Ответь на вопрос Пожалуйста Пожалуйста Композитор Люли Поткнул Себе ногу И это Послужило Заражение Крови И Кончина Он Кончался После этого Да все так Это очень Правильный Ответ В общем Единственный Случай Смерти От дирижирования Это же С какой силой Нужно При исполнении Служебных Обязанностей Производственная Травма Вот такой Печальный Момент Такая печальная История Но радостная Для вас Потому что Вы сможете Сейчас что-то Выбрать Что выбираете Концерт Филармонии Отлично 1 апреля Еще раз Напоминаю 17.00 Это 12 международный Фестиваль Музыкальная Вятская весна На большой сцене Филармонии Собственно Выступление Вятского Симфонического Оркестра Дирижировать Будет Марк Волох Превховший К нам Из Израиля Кстати Марк География Ваших перемещений Вот в последнее время Можете В каких странах В каких городах За последние Не знаю Месяцы Побывали Ну За последние Месяцы Я имею ввиду Именно вот Дирижирование Дирижирование Я был в Германии Германии До того Недалеко от этого Я был в Индии И Был на Украине Я должен сказать Украина Ваша родина Да В моем родном городе Это Черновцы Там я открывал Тоже фестиваль В ноябре И Ну Сейчас И сейчас Я в Кирове Ну вообще Активно путешествуете Я бы не сказал В России часто Бываете Ну Мне Была такая честь Я работал С очень Хорошими Оркестами В Новосибирске Академические Симфонические Оркесты Заслуженные В Санкт-Петербурге И В Екатеринбурге Вот сейчас В Кирове А вообще Меня по Индии Еще заинтересовало Индия Как бы для нас всех Представляет Страна с такой Очень своей Национальной Культурой Я вообще удивился Там есть Симфонические Оркестры Вот там Нету Симфонического Оркестра Вот я как раз Хотел Поинтересоваться Там значит Король Региона Раджастан Пригласил Очень значимых Ну штаты у них По-моему Штаты Да Он решил Пригласить Очень знатных Гостей Из Европы Из Америки И решил им Предпочти Классический Концерт И для этого Созвали Камерно-симфонический Оркестр Там Приехали музыканты Из Дели Еще из разных Городов И что было интересно Что действительно Мы играли Не только Классику Но и смесь С индийской Музыкой Этого региона Это очень специфическая музыка Инструменты Мы очень такие Все Ну это сейчас Очень модно Смешение Различных направлений Я должен сказать Я очень люблю Эти Эти синтезы Я их очень люблю И мне это было Очень интересно Поэтому я Сразу согласился На это предложение Хотя я должен сказать Я добирался Немножко авантливая По-моему Добирался Три дня туда Три дня обратно И был там Три дня Да У нас подошло Время небольшой Рекламы Сделаем эту паузу И продолжим Наше общение С гостями И с вами Наши слушатели 211 и 101 Есть у нас еще вопросы Так что не переживайте Обязательно вам Что-нибудь достанется Культ поход Николай Извучите еще раз О том что Я-то все Приглашаю в филармонию В воскресенье В воскресенье 1 апреля В филармонии В рамках 12-го международного Музыкального фестиваля Вятская весна На большой сцене Состоится Большой концерт Можно я так скажу Большой концерт Состоится И за дирижевским пультом В этот вечер Будет Марк Волох Наш гость Из государства Израиль Который сегодня У нас в студии Марк еще раз Добрый день Еще раз Если так можно сказать С праздником Спасибо Еврейская Пасха Еврейская Пасха И Прохор Протасов Дирижер Вятского симфонического Оркестра Ну что Мы продолжаем Задавать вопросы Вам наш слушатель Дошла очередь До ведущих Николай Горников Именно рок-н-рол просто Более легкая музыка Я еще на той неделе Начал задавать вопросы Про новоиспеченного Рыцаря Британской империи Ричарда Старки Он же Ринго Стар И сегодня Решил продолжить Потому что Во-первых Наш следующий гость Известен тем Что он Удачно очень продал Портрет Ринго Стара За 7 тысяч долларов На аукционе Это наш следующий гость Если к нам придет Никас Сафронов Ну и так как Это просто Хороший парень Его все любят И поэтому Маленький фрагмент Из музыки Ринго Стара А потом вопрос Вот такая вот песенка Старинная Из 50-х годов И была снова Им исполнена На пластинке Я уже сказал Им удалось На одном альбоме Собрать всех Битлов Что не удавалось Больше никому И никогда То есть В записи одной пластинки Участвовали И все в четвером В том числе Там Вот в данном случае На заднем плане Подпевал О, это пел Джон Лендон В том числе И на гитарке Тоже он там играл Правда Автора песни Они указали неправильно Но потом они исправились Вопрос такой Вообще В Ринго Стара Очень много общего С другим живым битлом С Полом Маккартни Не только то Что они оба живы Вот у меня вопрос такой Что же их так сильно Очень обедняет Первый вопрос Первый вариант ответа Они оба левши Второй вариант ответа Они оба выступали У нас в стране В России Третий вариант ответа Они оба рыцари Британской империи Вот тот ответ Правильно получит На следующий приз Вопрос с небольшой Подковыркой Да как всегда Я люблю такие вопросы Как обычно 211-101 Ну за то Чтобы не мучиться Долго Чтобы не мучиться Долго Ринга и Пола Чтобы передача Шла быстрее 211-101 Ждем вашего звонка Не мудрите Звоните Да так уже никто Не мудрит Уже звонят Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут Меня зовут Надежда Надежда Ну каков ваш вариант ответа Попытаюсь ответить Что они левши Ну совершенно правильно Да Как и рыцари Ну они оба рыцари Оба в России выступали Да И оба живы до сих пор И все обедняет Да Ринга переученный левша Маккартин так и остался левшой Ринга переучили Переученный левша Это как в советской школе Ну там В советской школе было тоже Переучивали Насколько я помню У нас Так тоже было В наше время Ну что Что вы хотели бы получить Какой приз Это ваш правильный ответ Ну можно встретить Сегодня на Воробей Сегодня на Елену Воробей Которая выступает В областном доме Народного творчества Начало концерта В 18.30 Ну что Мы желаем Что Чтобы вы хорошо С юмором С улыбкой Провели этот вечер Ограничение 12 плюс Еще раз напоминаю Хорошо Не кладите трубочку Редактор вам объяснит Как получить этот билет Насчет Воробья Просто извиня Немножко за авто Плюс сегодня мне понравился Разговор на улице Значит один мальчик Другого показывает Пальчиком на Воробьев Говорит Смотри Ласточки прилетели Ласточки прилетели Весна настала Он говорит Какие же это ласточки Он говорит А какая весна Такие ласточки Хороший анекдот Прямо в жизни Разыгрался Такая вот Неоднозначная погода Она вызывает Собственно Дает темы Для дискуссий И так далее Твой вопрос Володя Хорошо Мой вопрос Ну вы знаете Опять вот Крусть печаль В прошлую пятницу Мы вспоминали С моей подачи Олега Павловича Табакова А сегодня Я хочу вспомнить Еще одного Олега Олега Андреевича Анофриева Который к сожалению Позавчера Ушел из жизни Как собственно Как актера Олег Андреевич Он наверное Ну не слишком Был заметен Не очень знаменит В 60-е годы Он был очень известен Или в ранний период Да в ранний период Его лицо было знакомо Очень-очень лицо было На мой взгляд На открытках Он был Да На мой взгляд Как человека более там Младшего поколения Он все-таки запомнился Как специалист По как это слово Озвучанию все-таки Или озвучиванию Ну наверное по озвучиванию По озвучкам всевозможных Мультпроизведений Мультиков Да Мульттворений Вот я заготовил Три вопроса Давайте вспомним Работы Олега Андреевича И вот Первое Собственно Сейчас первый фрагмент Прозвучит из этой Мультипликационной работы Где он озвучил Всех персонажей Была у него такая Особенность Он мог всех озвучить Собственно Дозвонитесь После того Как послушайте И назовите Что же это за мультфильм Слушай Платить Обязались Черти Мне оброк До самой Моей смерти Ох и лучшего Не надо Внотохода Да есть на них Не до их За три года Как наешься Своей Ты Пол Собери Черти Оброк Ты Нам Пол Как наешься Своей Ты Пол Собери Черти Оброк Ты Нам Пол 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 Вот так вот Из далекого 1973 года Это произведение Есть уже Да Желающий ответить Алло Добрый день Как вас зовут Как вас зовут Алло Добрый день Добрый Роман позвонил Роман Ну что Отвечайте Я Сначала По гостю Скажу Шалом Шалом Мы тоже сказали До начала И Как можно бы Реже ему Говорить Аллейхум Это мой Любимый Писатель Попытаюсь Ответить Наверное Не угадаю Но это По моему Сказка Пушкин Обалде Конечно Сказка Опопеи Работники Его Обалде Там же Понятно Да Собственно Там все Из диалога Одно только Слово Пол Одна из известных работ Олега Анофриева Что вы выбираете В качестве приза В качестве приза А вот На Никаса Я никак не попаду Мы к сожалению Пока не знаем Можно нам будет Разыграть На сегодняшнюю встречу Нет Видите Там Дело-то в том Что В 15.00 Встреча Это свободная Насколько я понимаю С Никасом Степан И чем будет Да Можно будет Любой желающий Сможет попасть Ну вот Что вы хотите Книгу Или куда сходить Мне очень нравится Галерея Прогресса Постоянно туда хожу Поэтому То есть На финскую фотографию Пойдете Да С удовольствием Хорошо Все хорошо До 3 апреля Только успеете Спасибо До 3 апреля Да Не кладите трубку Свои координаты Оставьте нашему редактору Давайте еще поговорим О выступлении Привлечем внимание Собственно Наших слушателей Марк Мы еще так Хотели немножко сказать О моцартовском концерте Опять который Что он такой Чем-то он оригинален Для скрипки с оркестром Да Чем-то он замечательным Он замечательным тем Что он Моцарт его назвал Турецким Почему? Вот он его назвал Потому что В последней части В финале Поближе пожалуйста Все-таки Финал Который написан В форме скетцо Там Вдруг Появляется Очень Это так сказать Восточный Ориентальный Мотив Который Разрабатывается В полный Контраст Минуэту Который Классическому Минуэту Элегантному Грациозному И это придает Именно этому Контрасту Невероятный Колорит То есть Моцарт слегка Похулиганил Скажем так Вот Я должен сказать Я Я бы сказал Он не только Похулиганил Трудно Себя Представить Как В то время Когда он Жил Насколько Его Воображение Было Богатым Насколько Он Богато Мыслил Не только Музыкально Вот я Скажем Музыкантом Вчера Говорил Вот давайте Представим Себе Вот Элегантный Зал Там Танцует Минуэт И вдруг Врывается Группа Турков В сапогах И говорит А ну Посмотрите Как надо Танцевать Нет Как вы Занимаетесь Своим Так сказать Вот посмотрите Как действительно Это надо Делать И тогда Они танцуют Вот этот Турецкий Танец А там В том числе Вот эти Восточные Мелизмы Там Вот это Что там Ну Да Там Тут 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 Очень красиво То есть Меня Это Само Произведение Приводит В восторг Насколько Моцарт Был гениален В своем Мышлении Это Естественно Проявляется И в его Операх Но Действительно Для меня Это Я Еще раз Снимаю Перед ним Шляпу Насколько Человек За свои Ну Как сказать За короткую Жизнь За короткую Жизнь Как много Он Представил И как много Он нам Оставил Всего Разнообразного А часто Отвлеченный вопрос Часто ли вам приходится И любите ли вы Исполнять Произведения Российских Композиторов Известных Классических Очень 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 Я Просто Обожаю Русскую Музыку Я Во-первых Считаю Себя Ну Русским Человеком И я По душе Русский Так сказать У меня Русская Душа На Распашку И Не Во-первых Я считаю Что это Очень У русских И у И у И у И у И у И у И у Это очень Свойственно Вот это Ну Чувствительность И Ну Естественно Я обожаю Чайковского Я обожаю Рахманинова В принципе Ну Всех Русских Больших Композиторов Шостаковича Прокофьева Всех Скрябина Это Это Замечательная Музыка Уважаемые наши Слушатели Жители нашего Города Уникальная Возможность Встретиться У вас есть 1 апреля В Вятской филармонии На выступление Вятского симфонического Оркестра В рамках 12-го Международного Музыкального фестиваля Вятская весна Впервые Марк Волох Дирижер из Израиля Всемирно известный Дирижер у нас в городе Да? Действительно? Действительно уникальный случай Это просто событие В музыкальной жизни В нашей области Это будет единственный Концерт Единственное выступление И все Я надеюсь И в последний раз Повторить уже Не удастся На следующий день И так далее Так что заостряем Ваше внимание Это очень и очень Примечательное событие Пропустить его Было бы неправильно Спасибо вам большое Большое спасибо Впечатлений вам хороших От нашего города Хотим пожелать От нашей публики Приятного Насыщенного Вот этого вечера Первого апрельского Ну и чтобы Над вами Никто зло не подшутил Спасибо Это 1 апреля Международный день смеха Спасибо большое Марк Волох Но я не против Чтобы концерт прошел С юмором С юмором Да Ну вы же можете задавать Соответствующий тон Это все Да конечно Спасибо большое На этом первый час Культпохода завершается Мы не прощаемся До встречи Через 20 минут Культпоход